Ассаламу алейкум, Курмед Тавэн, всех приветствую в нашем чате. И хочу сказать следующее. Наше движение, наше движение, поще партии АСЭ, ставит перед собой такие цели, как первое это парламентская республика, второе это возврат Конституции образца 93-го года, третье это освободить всех политзаключенных из мест их заключения, четвертое это мирная ненасильственная смена властв. Для достижения этих наших целей нам необходимо объединиться под единой целью того, что мы хотим. Для этого нам необходимо собрать большое количество наших сторонников в нашей стране, в нашем государстве, которые созрели и понимают то, насколько в нашей стране политическая система не оправдывает нашего доверия. Мало того, что не оправдывает, она потеряла абсолютное доверие к себе. Для того, чтобы показать этой власти, что мы мирное движение, для того, чтобы показать этой власти то, что мы не хотим никакого насилия, мы против любого вида насилия, мы сейчас начали снимать челленджи в больших количествах, снимая челленджи, показывая, транслируя его на всех мессенджерах, мы хотим показать власти то, что каждый человек в нашей стране имеет право на свободу слова. Соответственно, он имеет право высказать то, что он видит, то, что он хочет сказать. И мы это сейчас делаем. Опираясь на статью 20 Конституции Республик Казахстан, мы сейчас снимаем челленджи, показываем своим видом, своими словами власти то, что иметь доверие граждан к нашей власти исчерпан. Соответственно, в связи с этим хочу всех вновь прибывших в наше движение граждан попросить быть активными в этом, снимать челленджи, снимать свое видение, как вы видите, каким образом вы видите, показывать свое недовольствие. Тем более сейчас, когда по Казахстану введена чрезвычайная ситуация в связи с карантином, у нас больше времени как раз-таки посидеть, это все дело обдумать и снимать эти челленджи. Поэтому я вас всех прошу активно принять участие в этом онлайн-митинге. Мы его так как бы озвучили, онлайн-митинг. Прошу всех принять активное участие в онлайн-митинге. Благодарю тех людей, которые уже сняли эти онлайн-митинги. Сейчас у нас на подходе стоят другие обращения, которые тоже не терпят отлагательства. Это то, что в связи с введением чрезвычайной ситуации у нас сейчас наиболее остро стали такие проблемы, как многие, большинство наших граждан лишились источника дохода. И у этих граждан нет накоплений, у них нет запасов. Соответственно, когда он потерял работу, у него нет источника дохода и, соответственно, нет денег на то, чтобы купить продукты питания. В связи с этим хотел бы настоятельно потребовать от власти уделить основное внимание гражданам своей страны и выплатить компенсации в размере 50 тысяч недель каждому гражданину своей страны. Отсрочка по кредитам граждан, которые сейчас остались также без работы, но при этом имеют большие задолженности в банках, чтобы эти граждане получили отсрочки на время ЧАЭС. Следующее – это отмена таможенных пошлин на те продукты питания, которые завозятся из-за границы. Либо сократить максимально эти взносы, платежи. Лучше всего на время ЧАЭС отменить любые пошлины, любые таможенные взносы. И понизить цены на бензин, на газ, на уголь. Почему? Потому что нефть в цене упала на 20 с лишним долларов. Критическая оценка. Соответственно, государство имеет полную возможность понизить цены на топливо. А до сих пор в наших заправках цены стоят, когда нефть была ценой почти 70 долларов. Поэтому настоятельное требование – понизить цены на ГСМ, на все горюче-смазочные материалы. Повышение зарплат медицинским работникам, которые сейчас трудятся, рискуя своей жизнью. И помощь в оплате кредитов для тех людей, которые тоже остались без заработной платы, которых сейчас сократили, которые сейчас остались также без источника дохода. Соответственно, надо этим гражданам помочь в оплате их кредитов. Откуда эти требования начали всплывать? Даже будучи мы обычным движением, простым движением своего рода, к нам сейчас со всех уголков Казахстана идут звонки на помощь. Хотя у нас нет бюджета, но люди звонят к нам и просят каким-либо путем озвучить их проблемы. То, что есть люди, которые действительно остались без дохода, и у них нет никаких накоплений. Соответственно, они сейчас упали на планку нищенствования. Поэтому, чтобы избежать в ближайшее время любого мародерства, любых видов краж и всего остального, требованию к властям уделить внимание своим гражданам. Вот такие требования. Просьба ко всем нашим гражданам на время ЧАЭС не терять рассудок, не терять разум, быть единым, целым. Мы граждане Республики Казахстан. Мы хотим в правовом поле, мы хотим справедливости, равноправия, верховенства закона. Соответственно, мы хотим, чтобы у нас в Казахстане был порядок. А чтобы был порядок, нам всем надо начинать с самого себя. Поэтому всех прошу не терять бдительность, быть уверенными в себе, не требовать от властей решения тех проблем, которые не требуют отлагательств. Вот с таким хотел бы к вам обратиться. Всех еще раз поздравляю с наступающим праздником на УРУС. К сожалению, что мы будем его отмечать дома. Снимайте челленджи, будьте активны, не будьте равнодушны к тому, что у нас сейчас в стране происходит. Присоединяйтесь в движение КОЧЕ ПАРТИАС. Мы вас ждем, всех приветствуем. И будем продолжать наши активные действия в становлении Конституционной Республики, Парламентской Республики, равноправной, справедливой, и где за нашим, как говорится, столом, чтобы у нас было для каждого гражданина Казахстана свое место. И это место, чтобы было достойным. Аллах КОЧЕ ПАРТИАС. Всех ждем. КОЧЕ ПАРТИАС. Еще раз говорю. КОЧЕ ПАРТИАС. Будьте с нами. Техкана КОЧЕ ПАРТИАМИН. БИЗЖЕНСКЕ ЖЕДЕМ ЗАГАЙ. САЛАМУЛЕКУМ.